Доброе утро, дорогие друзья! У нас на улице 20 градусов. Вот такое замечательное утро. Вы посмотрите на это розовое небо. У нас всходит солнце. Вот такое розовое. Всё в оттенках розового. Время у нас... Так, а сколько у нас времени? Время ровно 9 часов. Оттуда всходит солнышко. И вот здесь такой восход. Красный, розовый. Красиво! Снег скрипит. Снега много. Вы видите, какие шапки лежат. Я специально вышла на улицу, чтобы с вами вот так вот поздороваться. Сегодня понедельник. Моя задача на сегодняшний день к ночи мне нужно быть отдохнувшей. Потому что мы уезжаем. Едем к деткам в Пермь для решения кое-каких задач. Ну, об этом, я думаю, мы с вами ещё поговорим. Вот так вот начинается мой влог. Я с вами поздоровалась. Бегу домой. На улице бррр, как холодно. Я уже тут с утра. Ну, проснулась я, как всегда, рано. В шесть мы встали с Сашей, попили чаёк, отправила его на работу, а сама прибежала в свою рукодельную комнату отдыхать. Так как мне надо отдохнувшей быть, что я делаю? Снимаю мастер-класс. Надеюсь, всё-таки я его сниму. Вот так вот поставила лампу. И сейчас буду снимать остатки мастер-класса. Вязать, снимать. Ох-ох-ох. Да, кстати, я рассчитала новый процесс. И шапочку рассчитала, как начну вязать, и кофточку рассчитала. Поэтому в Пермь я уже поеду подготовленная. Бардачок мой. Ну, а здесь, как всегда, так как я запрятала все готовые процессы в корзину, спать не на чем. Будем спать на диване. Вот такие чудные эти животные охраняют всё, что могут. Кстати, вот вторая. Помните, я вам говорила? Вот с такой решёточкой посерединке. Я даже не знаю, какая лучше. Мне нравится и та, и другая. Это подставка под спину, чтобы спина не болела. Да, Феня? Пришла тут, разбудила красавицу. Ну, всё. Некогда балдеть. Надо, хотел сказать, работать. Надо отдыхать. Всем хорошего настроения. Снова здравствуйте, дорогие друзья. Следующее включение. Время у нас 6 часов половина шестого вечера. В понедельник мы направляемся в славный город Пермь. Едем к детям. Надо совершить кое-какие дела. Мы сейчас на заправке. Ехать нам 760 километров. Достаточно долго. В пути мы будем, если не останавливаясь, часов 11. Так как ночное время, поэтому, наверное, я вам ничего такого интересного не сниму. В прошлую нашу поездку в Пермь к нам на дорогу выскочили косули. Целая семья. Было интересно. Надеюсь, сейчас такого не будет, потому что все-таки ночь, лес, темно, опасно. Пожелайте нам всем хорошей дороги. Ну, я надеюсь, что все будет хорошо. Камера ограничения 80. 600 метров. Ничего не видно. Ну вот, время без 5.8 утра, 25 января, мы заезжаем в Пермь. Камера снимает плохо, конечно, ночная съемка. Но вот здесь вот камера наступления. Аэропорт ограничения 70. 600 метров. Пермский. Красивый. Правда, вам ничего не видно. Продолжение. 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 Красота. Международный аэропорт Пермь. Прелести какая. Камера нет. Там еще елочки стоят. Новый год продолжается. Ну и так, дорогие друзья, вы понимаете, что я сейчас нахожусь в Перми, не дома. Мы сняли квартиру. В таких вот полевых условиях я снимаю. Что хочу показать? Я не халтурю, а работаю. Взяла я пряжу Ализе Лана Голд 240 метров в 100 граммах. Цвет 584. Взяла спицы 4,5 мм и начала вязать дочери свитер бренда Айм Кло. Кстати, я еще ничего не замеряла. Сейчас вместе с вами и замерим. Размер в ширину мне нужен 58 см. Сейчас он у меня должен быть поуже и потом после стирки я снимаю тут на подоконнике короче, поэтому тут шумы такие. После стирки он расправится и станет пошире. Так, что мы получаем? Да, у меня сейчас 56 на 2 см он еще в ширину даст после стирки. С чего я начала? Я сразу на спице 4,5 мм набрала резинку, набрала итальянским набором имитация фабричного изделия. Фабричный итальянским набором был произведен набор. Дальше я вязала резинку 1 на 1 спицами. Все я делаю спицами 4,5 мм. Мне нужно, чтобы у меня переход от резинки к полупатентному узору был без... Короче, резинка, чтобы не стягивало полотно, а была прямо. Вот. Резиночка 1 на 1. Я вязала 6 см в высоту. Дальше перешла на полупатентную резинку. Причем сторона, где получается вот такая красивая косичка, она у меня будет изнаночной. потому что по концепции этого изделия вот эта сторона должна быть лицевой. Ну, мне, в принципе, в последнее время она и больше нравится. Все. Вот такое количество я провязала сегодня за утро, так сказать, играючи. Продвижение есть. Без дела не сижу. Вывязала я, наверное, половину мотка. У меня всего шесть мотков. Я надеюсь, мне хватит. Ну, а если не хватит, будем придумывать. Подкупать еще. Вот так вот тихонечко играючи работаем. Ну, вот, мы тут выехали по делам. Саша поехал по коммунальным всяким разным службам. В общем, мы в Перми купили квартиру. Квартиру для детей. Дети будут в ней жить. Трехкомнатная квартира. Свою продали по-белорецки. Их в Перми купили. Вот. Поэтому мы здесь снимаем квартиру. Снимаем квартиру, потому что у нас Никита с Эвелиной заболели. У них там карантин. Мы туда не можем заходить, дабы не заразиться. Катю мы забрали к себе, чтобы она тоже от них не заразилась. Так что все нормально. Детки выздоровеют. Вот. Такие дела. Бегаем по инстанциям. Поэтому я ничего заранее вам не говорила. Сейчас уже все свершилось. Все нормально. Осталось только оформить документы. Переоформить договора. Ну, в общем, вот такая всякая штучка. и все. И поедем домой. Все доделаем и домой. Завтра у котен день рождения. Не знаю, вряд ли у нас получится праздничный стол организовать. Ну, что-нибудь придумаем. Вот. Квартиру мы выбрали еще в декабре. Помните, я тоже исчезла из всех соцсетей. Вот в тот момент мы тоже сюда приезжали. Выбирали квартиру. Поиски были сложные, но продуктивные. Вот. А сейчас мы уже приехали, составили договор купли-продажи, уже выписку из Росреестра получили. В общем, все, квартира наша. Поэтому сейчас все говорю. Почему мы живем не на новой квартире, а снимаем все-таки? Потому что нам еще нашу квартиру не освободили. Там еще прежние хозяева находятся. У нас тройная сделка. То есть мы покупаем вот эту квартиру. те люди покупают себе другую квартиру. И те, у кого они покупают, покупают третью. И, в общем, у нас здесь вот эта небольшая заминка была. Ну, сейчас уже все замечательно, все оформилось, все сделалось. Квартиру нам, наверное, сегодня вечером передадут. Возможно, я вам ее покажу. Она, конечно, меньше нашей. У нас была квартира большая. У нас площадь была 69,9 без балкона, с балконом, по-моему, 72,5. Вот такая квадратура нашей квартиры. А здесь мы купили маленькую, маленькую все-таки квартиру, но трехкомнатную. Это тоже важно. Здесь у нас общая площадь всего 48 квадратов, по-моему. Ну, заметно меньше, но это Пермь, это все-таки большой город. Здесь квартиры мы сколько ходили, смотрели, квартиры такие небольшие, я бы сказала. Ну, ничего, детям хватит. В одной квартире будет Катя, в другой Никита, а третий общий, это тоже важно. Вот так. И здесь есть мне что вам показать. Посмотрите, какую балаклаву Катя вяжет. Пряжа, по-моему, это кроссбред Бразилия набрала. Я вот уже не помню, она со мной советовалась, когда покупала, но сейчас я не помню. Ну, какой-то наш, или пехорка, или камтекс. Пряжа классная. Нету состава. Ляжет крючком. Аккуратненько так получается, девочки. Молодец, дочка. Здесь вот вытянулась петелька, но ничего страшного, она потом запрячет это внутрь. Да, вот она внутренней части, здесь шов проходит. В общем, вот такая балаклава. Катя ее уже померила, красиво получается, яркая такая, весенняя, классная. Вот такая макушка. Такая красота. И еще она купила пряжу, то есть вот эту балаклаву сейчас она довяжет, и решила она еще тепленькую себе балаклаву связать. Для этого она купила Dolce. YarnArt Dolce Baby. Вот здесь распакованы пряжечки. Это вот это махнушечка, махнушечка, из которой девчонки вяжут игрушки. Цвет 761 Dolce Baby. 100% микрополиэстер. В 50 граммах 85 метров. Два матка она взяла. Вот. Эту штучку она вяжет крючком 3,5. А это, не знаю, я ей тут целую гору крючков привезла. Ну и с крючками, вот, кстати, тогда я купала себе в прошлом году на день рождения вот такой наборчик. Тоже его отдала дочери. Ой, вот такие крючки теперь пойдут в коллекцию к дочери. На китайском сайте, вернее, я их выписывала с Вайлберрис, китайские такие крючочки. Так, еще я ей тут своих доложила и она меня попросила кидмахер, у меня тут осталось дома, хочет связать себе паутинку вот из этой тонюсенькой нитки, как очень тоненькая вот такая, она хочет связать себе паутинку толстым крючком. Зацепил ее последнее время крючок. Вот она пряжа 55 цвет, как всегда, да, цвет 55, в 50 граммах 500 метров, очень тонкий махер, ну, здесь написано 62% кидроял, где тут у нас состав, и, да, 62% кидмохер и 38% полиамид. Вот такая вот пряжица будет тоже у меня в коллекции у дочери, она, ну, хочет ребенок себе связать, пусть вяжет. Вот, так что и дочка рукодельница растет, вернее, уже выросла. Здорово, когда девчонки чем-то занимаются. Красота! Ну что, мои дорогие, на этом я, наверное, закончу свой небольшой вложик, буду снимать дальше следующий, ну, а пока на этом до скорых встреч, мои дорогие! мои дорогие, минул, 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 Продолжение следует...